Дамы и господа, добрый день, добро пожаловать на эксклюзивное интервью с Петром Толстым, зампредом Государственной Думы Российской Федерации. Господин Петр Толстой, добрый день, добрый, спасибо, что дали согласие на это интервью после трехдневных выборов, которые подошли к концу. Вы, как представитель Законодательного Института, как вы можете оценить эти избирательные мероприятия, которые только что закончились? Я думаю, мы поставили рекорд по количеству голосовавших, что еще раз говорит о том, что люди сплотились вокруг Владимира Путина и поддерживают его внутреннюю и внешнюю политики. Особенно, когда мы в сложном историческом моменте, это солидарность русского народа, эти голоса за президента еще раз показывают, что это не что-то искусственное или выдуманное, то, что происходит вокруг Украины. Все, что происходит с Россией, с этими 19 тысячами санкций, которые ввели против нас, противоправные со стороны Запада, выборы показали мобилизацию людей. Вы как раз затронули тему санкций, и сегодня они полностью провалились. Что сделала Россия, чтобы их обойти? Идея Запада была в том, что они якобы центры мира, мол, они определяют межгосударственные отношения именно против этой монополии, против чего Россия и сражается в Украине. Мы изменим положение вещей, доминацию, речи о едином мировом гегемонии скоро закончатся. Нужно сказать спасибо Западу за ворох санкций, потому что благодаря этому, благодаря этому русские поняли, кто есть кто. И поэтому мы видим голосующих в таком количестве, преобладающим большинством за Владимира Путина, потому что те, кто не голосовал за него раньше, пришли сейчас поддержать лидера государства в этой, так сказать, войне за существование, которая сегодня происходит вокруг наших границ и внутри. Потому что это давление, что оказывается на нас Западом, благодаря им мы, возможно, лучше поняли нашу страну и наши исторические задачи. Голосовать пришло больше 73% граждан, несмотря на попытки сорвать голосование кибератаками и информационными вбросами. Что вы на это скажете? Вы знаете, это всегда было. Постоянно Запад критиковал нашу демократию, как хотел. Но скажу, что у каждой страны есть своя история. И у каждой своя демократия. И у России демократия вот такая. С Конституцией есть президентские выборы. И большинством 80 миллионов или около того в течение трех дней голосовали за своего кандидата. Даже те, кто живут на экс-территориях Украины, они могли пользоваться правом выбора в новых регионах. Там была высокая явка с очень высоким процентом за Владимира Путина. И сегодня Владимир Путин переизбран. Какие цели, по-вашему, ставятся на ближайшие годы? Какие вызваны? По правде говоря, он много говорил о своей программе на будущее в обращении к парламенту после выборов. Программа сложная. Это всегда цели, которые высокого уровня. И всем нам придется постараться, чтобы Россия со своей пятой экономикой мира дотянулась, возможно, и до четвертого. И есть много мер, мер в сфере социальной политики, поддержка семей, например, поддержка традиционных ценностей страны. Все это очень важно. И за эту программу голосовали люди, когда шли отдать голос за Путина. Господин Толстой, только что вы упомянули экономику. Это был большой аспект предвыборной кампании. В этом году Россия председатель БРИКС. Какую роль могла бы сыграть Россия в укреплении этого союза и в развитии экономики многополярного мира? Вы знаете, БРИКС это не военный или политический союз. Это экономический альянс. Он сплочает страны разных систем. Даже огромных, типа Китая или Индии. Еще 30 стран хотят присоединиться. Сейчас уже 11 стран. И это доказывает, что Россия не в изоляции, как говорят наши европейские враги, а то, что Россия объединяет вокруг себя различные страны, дабы достичь экономического порядка, мирового, справедливого, который бы не был под башенком Вашингтона или Брюсселя. А почему так много стран хотят присоединиться к БРИКС? 30 стран. В чем мотивация? Все просто. Им нужна платформа для коммерции с мощнейшими экономиками мира, чтобы быть в прямом контакте ради справедливой торговли, без санкций, без идей, которые сегодня пытаются навязать Запад. Потому что, по правде говоря, колониальная политика, как в случае с Западом, сегодня, она просто прячется за вербальную неоколонизацию. Запад продвигает нарративы, которым сам не отвечает. правовое государство, свобода слова, на примере России мы видим, они крадут наши активы, они запрещают русских в Европе, бойкотируют Олимпийские игры и так далее. Поэтому это просто двойная мораль, двойные стандарты, которые сегодня очевидны для всего мира, особенно для стран, которые хотят оставаться в хороших отношениях с Россией, и это недопустимо. Есть и другой аспект электоральной кампании. Много говорилось о традиционных ценностях русской семье, которая сохранила свои традиции, обычаи. Что такого произошло, что Россия сохранила свою индивидуальность? Тут все просто, мы не согласны с западной политикой, продвигающей извращенцев и забывая о своих корнях из прошлого. В России свобода частной жизни, но в то же время мы запретили пропаганду ЛГБТ, и поэтому Россия сегодня остается, если угодно, последним бастионом традиционных ценностей в Европе. Этот момент также притягивает наших коллег из Африки, Азии, Латинской Америки, потому что когда они смотрят, они знают, что в этой стране фундаментальные ценности, уважаемы всеми, и они не заменены чем-то искусственным. Россия — это также сила, влияющая на геополитику. Ваша страна сегодня в раздоре с Западом, с чем вы это связываете? Ну, Россия — самая большая страна Европы. То, что мы зовем Западом, лишь маленькая часть континента. Их политика сегодня зависит только от США, так что их суверенитет уже потерян. И думаю, что Европейский Союз повторит судьбу СССР в дальнейшие, какие-то, в ближайшие годы. И мы видим, что санкции против России особенно бьют по среднему европейскому классу, и что санкции против России спровоцировали спад ПНП во многих странах Европы. Мы видим, как европейские страны сами отказываются от сотрудничества, следуя за Штатами в эту прокси-войну в Украине. Сегодня они сами лишают себя перспектив континенту. И международная сцена — это не только Европа или Запад, есть и другие партнеры в России. Конечно. И если брать Африку, был саммит «Россия-Африка» в прошлом июле в Санкт-Петербурге. Сегодня, господин Толстой, как вы оцениваете экономические отношения между Африкой и Россией? Знаете, мы чувствуем заинтересованность в этих отношениях со стороны африканских партнеров. У нас также была до саммита в Санкт-Петербурге межнациональная конференция партнера «Африка-Россия» между парламентариями. Все это происходило в Москве. В сентябре будет большая межпарламентская конференция, где будет не только Африка, но и Азия и Латинская Америка. Россия открыта для сотрудничества, и, по моему мнению, одна из важнейших вещей для наших партнеров — это то, что мы не учим, как жить. Наших партнеров, африканских или латиноамериканских. Мы хотим сотрудничать, мы хотим выстраивать двусторонние отношения на равных, уважая обычай, историю и демократию стран с теми, с кем мы строим отношения. Вы, как представитель парламентского органа, как оцениваете взаимоотношения между ведомствами с теми странами, которые мы называем «глобальный юмор» — Латинская Америка, Африка, Азия? Вы знаете, у нас хорошие отношения, особенно в последние годы. У нас такой момент, если угодно, подъема, взаимодействия на всех уровнях. Мы собираемся приехать в союз членов парламентов. Это организация «При ООН», где мы будем работать с нашими коллегами и готовить их к визиту в Москву. И также будет парламентский саммит стран БРИКС. Мы развиваем отношения, потому что без диалога у нас не будет доверия, и без доверия не будет торговля. Так что, можно сказать, по линии парламентов мы пытаемся укрепить диалог, пытаемся сделать понятными правила экономических отношений, а после страны принимают решение работать с нами или сотрудничать, в принципе, с Россией. Планируете ли вы сотрудничество парламентариев с какими-то конкретными странами типа Африки? Конечно, у нас очень хорошие отношения, и я могу назвать с десяток стран Бразилии, Малии, это и Южно-Африканская республика, есть много партнеров, есть много тем для диалога. Особенно в сфере искусственного интеллекта, цифрового развития, в новых технологиях, в тяжелой промышленности тоже, потому что Россия помогает Африканским странам развить их экономику и производство. И вы знаете, во многих странах школы и детские сады построены еще в советские годы русскими. Эти вещи остаются в истории наших отношений, и думаю, они важны, потому что наши африканские друзья хорошо понимают, что Россия всегда рядом. Мы открыты для сотрудничества, и мы продолжаем кооперацию. Только что вы затронули тему искусственного интеллекта, цифровых технологий. Мы видели их в процессе выборов в России, например, в электронном голосовании. Искусственный интеллект тоже был в какой-то мере задействован. В связи с этим, думаете ли вы, что электоральный процесс России может стать примером для других стран? Если другие страны заинтересованы, мы готовы и открыты, чтобы поделиться опытом. Россия – большая страна, и поэтому разница в часовых поясах, сложности в организации, электоральной кампании, чтобы она была прозрачной. Но именно благодаря цифровизации, благодаря технологиям, все прошло успешно, и мы готовы поделиться опытом. Поделиться опытом, да. Ознакомить. Ознакомить с опытом другие страны. Мы видели в процессе голосования, что несмотря на кибератаки и информационные вбросы, мы видели, несмотря на все это, что электоральный механизм не сломался. Как это объяснить? В чем его прочность? Сунидитет. Это традиция. У нас есть традиция демократических выборов. Люди отслеживают происходящее, контролируют со стороны политических партий, со стороны гражданского общества. Всегда присутствуют члены комиссии, представляющие различные политические силы. Все это укрепляет. Поэтому даже не было возможности что-то поделать. Все урегулировано в первую очередь со стороны закона, национального закона, но также и людьми, у которых есть привычка посещать выборы, потому что для них важно отдать голос. На выборах решается будущая судьба поколений. Судьба их детей в данный момент зависит от их выбора, поэтому они идут и голосуют. Еще у вас была большая явка на участках за рубежом, то есть людей, которые не живут в стране. Как вы объясняете желание голосовать этих людей? Думаю, россияне, живущие сегодня за рубежом, они все еще под давлением западной пропаганды, под рессофобскими мифами, распространяемыми западными СМИ и медиа. Поэтому они пришли сказать «нет» — это больше голос протеста. Типа, кто-то может и голосует за Путина, а остальное дорисовывается. Потому что они не хотят признавать наши выборы. Россияне в Милане, в Афинах, в Париже стояли в очередях у посольства, чтобы сказать «нет». У нас свобода выбора, и мы пришли в посольство голосовать. Думаю, это тоже успех. Министр иностранных дел говорит, что почти 350 тысяч граждан голосовали за границей, живущие в других странах, отдали свои голоса. Вы затронули пропаганду. Как справляются российские медиа в борьбе с этой пропагандой и этими информационными ложными новостями? Это сложная работа, потому что мы одни против целой системы из 50 стран, которые работают против нас. Но в чем можно быть уверенным, это то, что правда за нами, победа будет нашей, и они или изменят риторику, или сменят власть. Но рано или поздно они увидят, что Россия была права в этом конфликте с Западом, который еще продлится несколько лет. Я думаю, это не решится завтра. Но за нами исторические причины, поэтому мы победим. Думаете ли вы, раз говорите про исторические причины, что история России – это ценность для настоящего и для будущего? Конечно, ничего нельзя построить без фундамента. Конечно, без основ. Поэтому мы строим наше будущее, опираясь на нашу историю, опираясь на наши национальные черты, если можно так сказать, которые отлично чувствует наш президент Путин. И как вы, возвращаясь к СМИ, оцениваете работу российских СМИ, сначала военно-специальные операции в Украине? Думаю, наши СМИ хорошо работают, особенно те, кто работают на линии фронта, кто рискует, чтобы рассказать, что происходит в Экс-Украине. В целом, они эволюционировали в течение двух лет, скажем так, стали более честными в сравнении с публикациями западной прессы. Так что еще раз спасибо нашим коллегам за санкции, за русофобию и так далее, и так далее. Мы хорошо поняли, кто есть кто, кто прав, кто ошибается в этой истории. Спасибо, господин Толстой, спасибо. Напоминаю, что вы зампред Государственной Думы, и спасибо вам, дамы и господа, за то, что смотрите нашу программу прямиком из Москвы.